Железные дороги в виде лера стоят. И теперь, когда прогресс не остановится, дороги должны стать цифровыми и победить в рейтинг. Сейчас почти вся суша покрыта сетью железных дорог. Люди, грузы непрерывно огромными потоками перемещаются по этим артериям. А сам железнодорожный транспорт развивается и даже видоизменяется. Поезда начинают ездить со скоростью самолета и становятся менее железными. Все больше новых материалов используют производители и все больше дополнительных услуг предлагается пассажирам. Поезда приближаются по своему функционалу к комфортабельной гостинице. Намного удобнее становится и логистика. Вот ей и уделили основное внимание на первой дискуссионной сессии. А вообще, в этом году форум посвятили перспективам развития единого бесшовного транспортного пространства 1520. 1520 – это стандартная ширина колеи в России. За границей свои нормы. Чтобы не перемещать грузы и пассажиров из одного состава в другой, разработана единая система. Грузовые перевозки уже уверенно движутся в направлении бесшовного взаимодействия. Большой потенциал в этом отношении и у пассажирского движения, в частности в области международного железнодорожного туризма. Все дискуссии форума сопряжены со сквозными задачами развития железнодорожного транспорта и логистики. В каких формах инвестировать, откуда привлекать ресурсы, как максимально использовать возможности современного технологического сдвига, как укрепить наше лидерство, как самого экологичного вида транспорта и какова цена зеленых технологий. Эти вопросы мы, безусловно, обдумаем. Для экономики Краснодарского края железнодорожная отрасль – стратегическое. То, что Кубань вновь становится площадкой для обсуждения будущего ЖД-транспорта, важно и для региона. От имени губернатора края участников международного транспортно-логистического форума поприветствовал его заместитель Анатолий Варановский. Сегодня в развитии железнодорожного сообщения идут огромные инвестиции. Модернизируются инфраструктуры, строятся новые участки путей, повышается комфорт и качество пассажирских и грузовых перевозок. Для Кубани, как одного из самых динамично развивающихся регионов страны, также очень важно создание новых транспортных коридоров и узлов, увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, внедрение новых сервисов и услуг для пассажиров. Об интересе к обещанным инновационным и прорывным идеям о важности решений, которые примут участники форума, говорит количество журналистов, приехавших освещать мероприятие – 170 человек. Ну а что касается самих железнодорожников, то это 17 стран, 325 компаний, полторы тысячи специалистов. На форуме можно не только поучаствовать в серьезных дискуссиях, к примеру, о переходе на цифровую железную дорогу, но и просто побывать в роли машиниста. Вот здесь, святая святых, кабина машиниста, вернее, это тренажерный комплекс грузового тепловоза. Здесь невероятно высокая степень погружения в виртуальную реальность до 95%. Пульт, тормоза, все органы управления настоящего локомотива. Смоделирован и вымышленный участок дороги. Картинка далеко не 3D, но буквально через пару минут ощущение, что ты реально в кабине поезда, который тебя везет. Ну что, поехали. Ездить на железнодорожном транспорте. Сегодня предпочитают и внутри городов. Электричка популярна и в Сочи, а вот в Краснодаре проект «Городская электричка» призван решить транспортную проблему города на 90%. И вообще, так называемое наземное метро станет скачком в транспортном развитии целой агломерации в центре Краснодарского края. Как городская электричка развивает города, сегодня обсудили и участники Международного транспортного форума. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.